Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2069. По каким признакам вы установили, что монашество нежизненно? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Потому что в этом институте все надумано. Это благая мысль, завершившаяся совершенно неевангельским разрешением. Идея не могла разродиться, получился мертворожденный выкидыш, миллионным тиражом. Когда человек согрешил в раю, то что Бог сделал? Он им устраивает разборку, допрос, дает обещание избавления в потомках. Бытие, 3 глава, 15 стих. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И затем изгоняет чету, и человек прилепляется к супруге, и из двух идут отростки. На одной из веточек рода человеческого и появился Спаситель. Могло ли это быть без жены и семьи? Ответ только один. Нет. А если бы Адам начал мыслить благочестиво, как Павел Фивейский, и пошел бы достигать совершенства бисером девства, Адамы иноческим совершенствованием подвига своих, и сидел бы под смоковницей девять столетий, то выполнил бы он назначенное Богом. Бытие, 5 глава, 5 стих. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Антоний долго и мучительно доходил до воплощения идеи достижения совершенства, достижения ангельского безгрешного состояния. Ему это не просто далось. Шел совершенно новым путем. С Евангелием никто и никогда не сверялся. Жизнь в монастырях пошла далеко не согласно правилам по схеме, какую нарисовали основатели этого благого предприятия. Правила монашеского общежительного бытия больше напоминают правила живущих на полярной станции. Но там люди знали, что придет им смена. А здесь попали на пожизненное состояние, убивающее всякую надежду на улучшение того, что не получилось. И стали придумывать ступени, звания, новые постыльги до Великой Схимы, для достигающих больших успехов в пощении, в молчании. И стали уходить из кеновий, общежительных монастырей и лавр, и поселяться в отдельных пещерах. Уходить все дальше в пустыню. Это был приговор общежительным устройствам. Так как те, отдельно живущие отшельники, сподоблялись хлеба от ангелов, и их прославляли несравненно более, чем всю эту массу однополых братьев или сестер. Потом начнется градация монахов. Кто же они есть на самом деле? Потому что пороки невозрожденных душ потянулись в тот же день за ними, за эти стены мандры. Более рассудительные и волевые пытались что-то делать, разделять на виды, классы, послушания. Но это все рушилось и напоминало глубокий ров, где в темноте сшибались лбами и стонали, и падали монахи. И только из огромной массы едва единицы выбирались на свет Божией правды. В скобочках видений святого Пахомия Великого. Среди монахов находились люди с не совсем потухшим умом, и они искали причину неудачи достижения Царствия Божия на земле. Епископ Игнатий Брянчанинов засвидетельствовал после своей ревизионной поездки, что на полторы тысячи монастырей в России едва ли найдется четыре, в которых жизнь напоминает духовную, а остальные пришли туда ради покоя телесного. Это же засвидетельствовал стоглавый собор в многочисленных главах из ста. Вот как видится духовное состояние монашества. Кавычки открываются. Известно, что монахи бывают четырех родов. Первый – киновиты, живущие в одном монастыре и воинствующие по общему уставу, под управлением одного аввы. Второй – анахареты, то есть пустынники, которые удаляются в пустынь, не в первоначальном жару по обращению, но по долговременном испытании себя в монастыре, научившись бороться с дьяволом при молитве и совете многих среди братского воинства, и будучи уверены, что с Божьей помощью могут уже вступать в единоборство с врагом, не злагать его, отрывая его внушение в воле плоти и помышлений. Третий – весьма нехороший род монахов, сарабоиты, которые, не обучившись под руководством опытного наставника и не будучи искушены, подобно злату в горниле, и еще рабствуя делам века и мягкие как свинец для принятия отпечатлений греховных, принимают пострик, думая, что могут обмануть и Бога, а не одних людей. Они по два или по три, или по одиночке, своих, а не господних, поселившись овчарных, вместо всякого закона имеют свои самоугодливые пожелания. Что задумают и облюбят, то для них и свято. К чему же сердце не лежит, то они считают непригожим. Четвертый род монахов – героваги, шатайки, которые всю жизнь блуждают туда и сюда, по три-четыре дня, гостя по разным кельям, все шатаются и никогда не сидят на одном месте. Это самоугодливые рабы чрева. Они гораздо хуже сарабоитов, и о поведении их лучше молчать, чем оговорить. Мы же, оставив все другие роды монашества, с Божьей помощью, приступим к начертанию законов киновитов. Рода иночествования самого благодонежного. В кавычке закрыт. Древние иноческие уставы. Страница 594 по 5. Глава 1. Сегодня народился пятый вид монашества, когда их стригут, как овечек, и они одного дня не жили в монастыре, ничьим руководством не пользуются. Это нарочничное монашество, фиктивное, поддельное. Здесь ничего нет, кроме пустого звука, вводящего в заблуждение простодушных мирян. И они бродят даже не по монастырям, а живут в миру. Среди мужчин – женщины, под лживым прозвищем инокинь. Среди женщин – мужчины, иноки, монахи и иеромонахи. Носят только черную одежду, и более ничего нет даже от тех шатаек, какие бродили все же по монастырям. Они жили в мирских домах одни или со своими родными или знакомыми. Вот как определяют соборы их жизнь. Двукратный собор. Правило второе. Кавычки открываются. Некоторые восприемлют на себя образ только жития монашеского. Не ради того, да в чистоте послужат Богу. Но ради того, да от чтимого одеяния восприимут себе славу благочестия. И тем облящат беспрепятственное наслаждение своими удовольствиями. Отринув одни свои волосы, они остаются в своих домах, не исполняя никакого монашеского последования или устава. Того ради святой собор определил. Отнюдь никого не сподоблять монашеского образа без присутствия при всем лица, долженствующего принять его в себе в послушание, и иметь над ним начальство, и воспринять попечение о душевном его спасении. Сей, да будет, муж боголюбивый, начальник обители, и способный спасти душу, новоприводимую ко Христу. Если же кто обрящится, постригающий кого-либо не в присутствии игумена, долженствующего принять его в послушание, таковой да подвергнется извержению из своего чина, как не повинующийся правилам и разрушающий монашеское благочинение. А неправильно и бесчинно постриженный, да предастся на послушание в монастырь, который заблагорассудит местный епископ. Ибо нерассудительные и погрешительные пострижения и монашеский образ подвергали неуважению и подали случай к хулению имени Христова. Кавычки закрыты. Двукратный собор. Правило пятое. Кавычки открываются. Обретаем, что отречение от мира без рассуждения и испытания много вредят монашескому благочинению, ибо некоторые опрометчиво повергают себя в монашеское житие, и пренебрегши строгость и труды подвижничества, снова бедственно обращаются к плотоугодной и сластолюбивой жизни. Того ради святой собор определил. Никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, представленное им для испытания, явит их способными и достойными такового жития. И сие повелел собор всемерно хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь понудит сократить время испытания, или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую. Ибо для такового мужа к совершенному испытанию давлеет и шестимесячный срок. Если же кто поступит вопреки сему, то и игумену, по лишении игуменства, состояние подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка. Поступивший же в монашество, да предастся в другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский. 6-й Вселенский собор, правило 6-е, кавычки открываются. Избравшие подвижническое житие и определенные в монастыри отнюдь да не исходят. Если же неизбежная некая нужда побудет их к всему, да делают все по благословению и соизволению настоятельницы. Но и тогда исходить должны не одни сами по себе, а с некоторыми старицами и с первенствующими в монастыре по повелению игуменьи. Ночевать же вне монастыря совсем не позволяется им. Так же и мужи, проходящие житье монашеское, да исходят, когда настоит нужда по благословению того, кому ввелено начальство. Пусть ему те, кои приступают сие, нами поставленное определение мужи или жены, да подвергнутся приличным епитимиям. Кавычки закрыты. Кафан Затворник еще не знал наш язык современный, но перевел шатайки, что очень напоминает слово шатохи, как называют в деревнях бродящих собак, подлежащих немедленному отстрелу, уничтожению при общих облавах, как крайне опасных существ, нападающих даже на детей целыми стаями. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Святой Венедикт оставляет на похвалу только киновитов, как наиболее точный вид спасения. Его и будем рассматривать. Но и там мы не найдем всех трех признаков подобия Христу «Путь, и истина, и жизнь». Путь истинный, единственный, евангельский должен быть, истина только евангельская, неизменяемая и вечная. Жизнь по Священному Писанию, только по заповедям Иеговы. Эти разделения на монахов, хороших и плохих, проходили по самым благим побуждениям, но они были не по соотношению к Евангелию. Согласно Слову Божию, люди должны были идти и расплаждаться, и трудиться в поте лица. Построить Вавилонскую башню, как говорит епископ Виссарион, людей побудило противление. Они не хотели выполнять поручение Божие рассеяться по всей земле, и Бог явно же не по одному их рассыпал по земле. У апостола Павла были друзья женатые, и они ходили на труды благовестия вместе с ним, муж и жена. И это нисколько не удручало и не смущало Павла. Он это воспринимал как Божий путь, как Божью истину и как Божью жизнь во Христе. Деяние апостолов 18 глава 26 стих Аполлос начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Римлянам 16 глава 3 стих Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе. С 4 века деятели иноческих подвигов немедленно бы развеяли их Акиллу в один монастырь, а Прескиллу через реку в другой монастырь запечатали. Непременно, ибо так поступали все монахи во всех житиях. Или это одно и то же, что и при апостолах. Явно, что первый путь давал плоды и жизнь народу, а второй высасывал из народа самых ревностных и угроблял их, что приводило к полному вымиранию веры в народе. Страница 524-я, кавычки открыты. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия и потом под владычеством моровитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаления ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. На месте древних знаменитых обителей теперь едва можно встретить только развалины, где обитает несколько иноков коптов. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках А.И. Сидоров. Деяние апостолов 18 глава 18 стих Павел Павел не тщетно не тщетно совершилось, недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось и распахнулся в вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет, не заглушен. И над руинами позора векового глагол ее звучит как похоронный звон. Родился в мире свет и свет отторгнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью внешнюю, а правду и самую князь века осужден и все его дела. Владимир Сергеевич Соловьев 1894 год